Тренер высшей категории МАУ ДОДИ США 2 по лёгкой атлетике Леонид Клевачёв. Леонид Алексеевич, как Вы оцениваете чемпионаты первенства, ну и, естественно, выступления Ваших воспитанников? Победители есть? Во-первых, это соревнования у нас титульные, они проводятся ежегодно, и по итогам этих соревнований набирается сборная города для участия в первенстве Тюменской области. Сегодня отличились у нас Кирилл Лаптев, показал личный рекорд. В очень сложном легкотлетическом виде, это 400 метров за барьерами, пробежал за 57,2 секунды. С таким результатом не стыдно и на первенстве Уральского федерального округа выступать. И проверили свои силы Ксения Усольцева и Александра Петрова в этом же виде. Вчера они отличились на дистанции 400 метров, Кирилл победил 53 секунды. Вот, Ксюша с Сашей, они тоже идут, у нас прыгали в высоту, бежали 400 метров. За результаты мне не стыдно. То есть, с этими результатами можно и побеждать на областных, и входить в кризы на уральских соревнованиях. Более того, в первенстве России Кирилл Лаптев, он завоевал это право, и Зарема Гигалаева завоевали право участвовать в первенстве России, участвуя на УРФО. Но у нас есть проблемы с финансированием. К сожалению, Кириллу Лаптеву отказывается финансирование, потому что он не является воспитанником ООС Дюшор. Не пропустили в списках Азарема Гигалаева, ее тренер, старший тренер сборной команды, не заинтересован в ее участии. Ну и она сама... Это областной? Да, наш тренер областной нашей команды, не заинтересован в ее участии. Хотелось бы, честно говоря, хотелось бы. Но я думаю, что спортсмены не останутся без соревнований. Впереди у нас первенство Кюменской области, и они смогут отличиться там и показать результаты не хуже, чем на России. Александр Иванович Коваленко, тренер МАУ ДОДИСУША-2 по легкой атлетике. Александр Иванович, как вам первенство чемпионат города, и как ваши воспитанники себя показали? Есть победители у вас? Победителей нет, но разряды выполнены. Девочки, которые бегали по первому юношескому вчера на сотни, две девочки выполнили третий взрослый разряд. Те, которые без разряда были, получили юношеский разряд. Так что я, в принципе, доволен своими воспитанниками. А кто? Кого можно? Панова, Дарья, выполнил третий взрослый разряд. Карина Захаровка, выполнил третий взрослый разряд. А остальные юношеские были. Пока на этом, допустим, я стремлюсь только на начальном этапе, чтобы третий выполнить разряд. А победы не впереди. Ну, участников больше, на ваш взгляд, было, чем в прошлом году? Участников, в принципе, столько же, сколько, допустим, в прошлом году. Единственное, что, я уже говорил, Екатерин Владимирович, надо привлекать человеку. А вот многие дети находятся в лагерях, их оттуда не отпускают, потому что это первенство идет, дети уже практически взрослые. Вот маленькие, конечно, будут выступать на стартах надежда, а вот в первенстве, конечно, все сейчас в лагерях находятся. Из-за этого мало народа. Школы будем привлекать, работать над этим, тогда будет больше. Угу, хорошо. Как вот вчерашнее свое выступление оцениваешь, проиграла за ремью в высоту, недооценила соперницу? Да, за ремью мне еще далеко. Ну, так относительно себя я выступила хорошо. По личному рекорду или нет? Нет. Не по личному? 4 сантиметра до личного рекорда не хватило. Ну, а в целом, как первенство города оцениваешь? Ну, хорошо. Возможность посоревноваться еще в очередной раз. Будущие соревнования какие у тебя ближайшие? Ну, вот будут старты надежд вот тут в городе, областные чемпионаты первенства Тюменской области и Уральская шиповка юных. Здесь же в Тобольске? Да, в Тобольске, да. В Тобольске. Ну, ладно. Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует...